Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Шалом и добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем нашу еженедельную программу с участием Игоря Лупинского. 18 часов и 9 минут на часах в нашей студии. И Игорь Лупинский сегодня, к сожалению, не очно, но на удаленке по телефону. Игорь, привет. Примерка связи. Добрый вечер всем. Да, я надеюсь, что все в порядке. Слышим, видим мы тебя хорошо. И, дорогие друзья, я жду ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. В течение этого часа Игорь Лупинский будет отвечать вам на любые вопросы, которые касаются финансов, инвестиций, недвижимости, ипотеки, страховок и многого-многого-многого другого. Вы знаете специализацию Игоря. И эта передача, она, в общем-то, и была создана для того, чтобы мы отвечали на ваши вопросы. То, что вас конкретно интересует в данный момент. Ну, а в перерывах, если вопросов будет немного, я надеюсь, что их будет много, а в перерывах мы будем обсуждать и какие-то важные темы из израильской экономики. Вот. Ну, Игорь, вот у нас вопрос, который остался у нас еще с прошлой недели, оказывается. Да, мы в конце не успели его разобрать. Вопрос у нас уже есть, два вопроса уже прямо вот перед программой пришло. Но я хочу все-таки начать с того вопроса. Значит, спрашивал нас Яков. У него просит в долг племянник. Он пишет, что, я не помню уже, у меня сейчас нет этого, нет этого, этого поста перед глазами. Но суть такая, я помню, у него есть крупная сумма, которая лежит на покаме в банке. Зять просит у него взаймы и предлагает взять у него эти деньги под процент. И вот Яков тебя спрашивает, под какой процент все-таки близкие родственники. А если да, то как это оформить юридически? Ну, самое дешевое, что родственник сможет найти, в принципе, где бы то ни было, это порядка шести процентов. Поэтому шесть процентов вполне себе адекватный процент, на мой взгляд, на сегодняшний день. Более того, можно прописать в договоре, если слушателю очень хочется, что там с понижением ставки. Вот, они тоже могут пересматривать свои условия, но самое главное, это договор. В договоре самое главное, это понятное условие возврата, если это реально займ, то есть если наш слушатель не собирается эти деньги подарить, вот, то понятное условие возврата и понятное условие наследования этого возврата. То есть, что будет происходить, если со слушателями что-то произойдет, что и как, и как это будет влиять на его наследование. Ну, то есть, я так понимаю, что это должен быть серьезный документ, то есть, это не то, что я такой-то, такой-то занял у такого-то, такого-то столько-то денег, я обязуюсь до такого-то, такого-то числа все ему вернуть с шестью процентами. Нет, это хороший способ эти деньги потерять. Так, то есть, должен быть солидный юридический документ, который надо подписать у адвоката? Ну, желательно, да. Потому что, ну, когда мы берем суд в банке, то с нами подписывают очень много бумаги, да, и, ну, конечно, ни у кого нет сил все это прочитать, но я так понимаю, что там предусмотрены все возможные, все возможные варианты. То есть, идти к адвокату, идти к адвокату, подписывать договор. Для начала, нет, для начала договориться между собой, то есть, идти к адвокату без того, что есть понимание, что люди делают, нет никакого смысла. Для начала, естественно, договориться между собой, как это, что должно происходить, а потом желательно действительно это оформить у адвоката, Потому что адвокат, как минимум, добавит различные процедуральные вещи, которые, скорее всего, люди сами по себе пропустят. Я искренне рад за Украину, если это действительно так. В Израиле подобной опции нет. И она не очень логична, потому что выплаты, которые человек получает, та же самая безработица или обеспечение прожиточного минимума, это выплаты, собственно говоря, про то, что человек в данный момент не может зарабатывать деньги. У этих выплат нет, что называется, будущей перспективы. То есть в любой момент завтра человек может уже зарабатывать деньги. Соответственно, ему эта выплата не полагается. Поэтому нет такого, что мне эта выплата обеспечена на ближайшие три года, но я ее заберу с копом и пойду открывать бизнес. Подобные штуки есть, когда речь идет об инвалидностях или еще других страховых случаев, когда выплата действительно обеспеченная на определенный период. Тогда подобные опции бывают. Да, но у тебя в Израиле есть определенное количество дней, да, то есть тебе платят по дням, которые ты имеешь. Иван, тебе платят по дням до тех пор, пока ты не нашел работу. Ты в любую секунду ее можешь найти. Да, это точно. Ты же должен периодически отмечаться. Не просто, но твоя задача, когда ты находишься на безработице, работаю за всех сил искать и как можно быстрее ее найти. Да, фактически считается, что это работа, твоя работа, искать работу. Да, да, не практически, а так оно и есть. Поэтому здесь нет того, что, нет ситуации, что мне полагается условно там 150 дней, просто платят их долго. Поэтому я их забрал скопом и больше не хожу. Нет. У меня есть максимум обеспеченных 150 дней, плюс-минус там 138 или 175 у тех, кто старше 45, для того, чтобы работу найти. Не нашел, тогда продолжаю ее искать уже, что называется, бесплатно. Вот. Поэтому нет. 050-891-1064. Номер нашего WhatsApp-мессенджера. Сегодня только WhatsApp у нас работает в студии. Пишите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. 050-891-1064. Вот. У нас тут переписка с Александром Измаолота. Оно как бы к теме не относится, но я все-таки хочу ее процитировать, потому что это продолжение нашего разговора в прошлом часе. В прошлом часе вот мы упомянули нашу израильскую разработку экзоскелет, который надевают на людей с парализованными ногами. Они при помощи этого экзоскелета начинают ходить. И вот наш слушатель Александр Измаолота пишет по этому поводу. Действительно, экзоскелет производят на заводе Санмина в Маолоте. Я работал там в начале репатриации и своими глазами наблюдал, как парализованные люди вставали с колясок и сами шли по двору. Это было реально как чудо. Круто. Или наблюдать, как станок размером с квартиру обрабатывает заготовку для МРТ-установки. Я как раз работал в цехе фрезерования после курсов по СНС. И в том числе изготавливал детали для экзоскелета. Сразу вспоминается терминатор, который был из металла и в конце фильма был раздавлен прессом. Спасибо за эфир. Вот пишет Александр Измаолота. Да, действительно, наш хай-тек, наши высокотехнологические предприятия, ну в том числе вот на севере завод в Маолоте. И это один из краеугольных камней, на которых держится современный Израиль. Вот. Хочешь как-то прокомментировать? Это как бы не к тебе вопрос. Нет. Ну, как бы мы славились мозгами, продолжаем славиться и, скорее всего, будем продолжать славиться. Да. Сергей. Сергей задает тебе вопрос. Добрый вечер, Игорь Цвип. Скажите, пожалуйста, если есть суда в банке под Прайм, возможно ли досрочное погашение? Это регулируется только договором или есть нормы законодательства? Никаких норм законодательства в данном случае нет. Каждый кредит – это индивидуальный договор между вами и тем, у кого взяли в кредит, в данном случае банк или то, о чем мы говорили буквально в начале передачи, частное лицо. И досрочное погашение точно так же прописано в условиях договора. Чаще всего досрочное погашение в банке присутствует. Вот. И тут, в принципе, даже не особо важно, правим ли правим. Просто в зависимости от того, как у вас прописаны условия договора, банк может защищаться от так называемых возможных потерь. То есть они предполагали заработать их денег, а из-за того, что вы пришли заплатить кредит раньше, они заработают меньше денег и, соответственно, при досрочном погашении попробуют эту потерю компенсировать. Поскольку кредит под Прайм – это чаще всего максимально защищенный с точки зрения банка кредит, там никаких особых условий, кроме комиссии за досрочное погашение, быть не должно. Поэтому, да, погашение возможно. Там, по-моему, насколько я знаю, мне просто тоже приходилось несколько раз это делать, вносить сумму, погашать часть ипотеки. Минимальная сумма там есть, ты можешь внести не меньше 10% от долга. Ну, не факт, что мы вообще про ипотеку говорим, но суть в том, что досрочно можно погасить любой кредит, условия досрочного погашения кредита прописаны. А, да, это суда, суда под Прайм, я говорю про ипотеку, суда под Прайм. Вот, прописаны в условиях кредита, и если как бы вы не в курсе, то имеет смысл, что называется, перед дети спросить в банке еще раз, если будут ли у вас для досрочного погашения какие-то штрафы и прочее. Вот, а так вообще все зависит от того, какие у вас условия, как, что, там, Прайм плюс сколько, за счет чего вы закрываете и прочее, прочее. Потому что, ну, сегодня Прайм очень высокий, пока еще 6%, и чаще всего, особенно если человек не умеет инвестировать, выгоднее именно закрыть кредит, чем инвестировать. А вообще, в тех условиях, к которым мы еще в недалеком прошлом привыкли, когда Прайм был низкий и кредиты были, там, по 3-4-5% годовых, далеко не всегда закрывать кредит было лучшим вариантом. Но это все индивидуально. И, кстати, кому интересно сходиться за рекламой, у нас в этом месяце, если мне не изменяет память, числа 18-го, будет семинар про банки, где я про все это буду очень подробно рассказывать. Следующий вопрос Аркадий из Реховата. Начинается вопрос комплимента. Сначала комплимент, потом вопрос. Значит, комплимент. Спасибо за вашу передачу. Очень полезная школа, где мои деньги изменила жизнь нашей семьи к лучшему. За это огромное спасибо. Вот. Это комплимент. Да. И вопрос. Если с Керен и Штальмут через 6 лет снять не всю сумму, даст ли это возможность с другого Керен и Штальмут снять сумму раньше 6 лет? Да. Вот такая возможность. Вернее, как? Секунду. Да, такая возможность будет. То есть, то, что вы используете деньги из того фонда, которому уже есть доступ, позволяет вынуть деньги, в принципе, из всех фондов, из всех фондов остальных. Это надо как-то по-особенному оформлять? Ну, там есть целая процедура. То есть, сначала вы идете в фонд, где есть доступ, получаете письмо. То есть, приходите с тем, что вы хотите снять оттуда деньги, либо полностью, либо частично. Получаете у них письмо о том, что у вас есть такая возможность. С этим письмом идете во все оставшиеся фонды, забираете деньги оттуда, предъявляете в первый фонд, что вы эти деньги изъяли. И тогда вам выдадут то, что вы собирались, собственно говоря, взять. Бесседер, идем дальше. Следующий вопрос тебе задает Гальдштейн Александр. Игорь, скажи, пожалуйста, по поводу пенсии. Ты говорил, что пенсию можно оформить уже в 60 лет, только не будет налоговых льгот. Вопрос. Это значит, что при открытии будут сняты 35% от суммы или не будет льгот при получении пенсии в плане массах носы? И второй вопрос. Ну, давайте сначала на первое ответь, а потом будет второй. Ну, я не отвечу так прям общно сейчас. То есть это очень сильно зависит от того, какие у вас программы. Теоретически в любой программе вы можете начинать использовать свои деньги уже начиная с 60 лет. Вот, да. Но большинство льгот, и речь идет о льготах именно налоговых, начинаются с 67. Вот, поэтому там не будет штрафа, если вы собираетесь использовать эти деньги, этих 35%. Но, как бы, большой вопрос, а стоит ли это делать. Не говоря уже о том, что чем позже вы используете свой пенсионный капитал, тем он больше к тому моменту, когда вы начинаете его использовать. Поэтому нужно очень хорошо думать, сочетать ли это с работой. И вот у меня буквально сегодня был разговор про то, что даже человек в 72 года уже продолжает нормально работать. И вот, как бы, на рабочем месте все устраивает. И мы как раз говорили о том, что не нужно ничего трогать. Вот, для того, чтобы пенсионные деньги просто не облагались дополнительным доходом, налогом, потому что мы платим налог с общего дохода. Вот, соответственно, пока работает, лучше работать. В момент, когда вы хотите полностью прекратить работать, уже нужно рассматривать варианты использования пенсионных денег. И второй вопрос от Александра Гольштейна. Допустим, человек не дожил до пенсионного возраста один день и ушел в мир иной. Что происходит с пенсионными деньгами? Наследуется по правилам той программы, которая была у этого человека. Если это прямое наследование, то есть, как бы, сумма, которая там накоплена, переходит его наследником, то, соответственно, прямое. Если это пенсионный фонд, где наследование идет через систему страхования, соответственно, по системе страхования, если были наследники, которые этой системе отвечают. То есть, пока человек находится, как бы, в статусе человека, который создает себе пенсионный капитал, это одна система наследования. Если человек уже получает свои пенсионные деньги, то система наследования определяется в момент, когда человек определяет, как именно, по какой системе он будет свои деньги получать. Окей. И это такая достаточно глубокая тема, в которой на радио при всем желании очень сложно давать ответы, потому что, ну, любые тонкости могут повлиять на ответ, что именно делать, как именно делать и прочее. Окей, идем дальше. Да, друзья, 050-891-1064, задавайте ваши вопросы. Юрий задает вопрос. Привез из-за границы несколько тысяч долларов и евро. Выгоднее их вложить в банк напрямую или перевести в шекели? Что дает процент прибыли выше? Ну, начнем с того, что наличные у вас, скажем так, не особо приветственно будут брать, какие бы они ни были, тем более, что... Ну, зависит от суммы, да? Если там речь идет о какой-то тысяче другой, то возьмут. Нет, ну, давай я закончу. Начнем с того, что, еще раз, валюту, как таковую, вам вообще будет очень сложно положить в банк, и на вас будут смотреть не очень хорошо. Не говоря уже о том, что у нас со времен, грубо говоря, мандата, а именно со времен социализма израильского, все валютные операции облагаются очень нехилыми комиссиями. Поэтому даже за то, что вы решите положить доллар или евро на свой счет, вы заплатите немаленькую комиссию в кассе. Поэтому шаг номер один – конвертировать это все в шекели по максимально выгодному курсу, а максимально выгодный курс у нас, как ни странно, в обмениках. Вот. Шаг номер два – если банк примет ваши наличные шекели, то отлично, кладем их на счет, потому что любое инвестирование в этой стране более-менее адекватное. Оно безналичное, естественно же. Вот. Ну а дальше уже в зависимости от того, на какой срок вы собираетесь инвестировать деньги, выбираете варианты. Вот. Купат Гемель, Ашка, Польс, Тхисахон, то есть фондовый рынок, до, если это более короткие сроки, система кредитов типа B2B, Israel. Ну или если вы ничего не знаете, ни с чем не знакомы и все боитесь, на крайний случай банковский депозит. Хотя у моих клиентов обычно банковских депозитов не остается. Мы это инвестируем всегда более выгодно. Ну, слушайте, у нас есть другая технология, да, мы ее тоже, кстати, с Игорем обсуждали. Если вы привезли с собой большую сумму наличными, ну просто живите на нее, пусть ваша зарплата заходит на ваш счет, не трогайте ее или вкладывайте куда эти деньги. А на наличные живите. Да, если банк упрется и, в принципе, банк будет прав, потому что, повторю, я это говорю, то есть то, что я сейчас скажу, я говорю, наверное, раз в шесть за неделю, наличные недоказуемые. На сегодняшний день банковская система обязана четко понимать, откуда пришли деньги, которые поступили любому клиенту на счет. Вот прям четко понимать. И банковская система в любой, скажем так, стране содружества, а это европейские страны, штаты, ну и все передовые страны, которые так или иначе ратифицировали у себя правила ФАТХА, именно американская система контроля за движением наличных денег, вот. То, собственно говоря, банк обязан отчитываться о том, где, как, что, зачем, откуда деньги пришли, если их спросят. Поэтому безналичные деньги банку понятно. У него есть четкий адрес, откуда поступили деньги. И если с этими деньгами возникают проблемы, это не проблемы данного конкретного банка. А наличные доказать невозможно. Продали ли вы квартиру, я не знаю, получили ли вы зарплату наличными, отдал ли вам их ваш родственник или еще что-то. Это абсолютно недоказуемая история, если вы не подчерпили к этой сделке список банкнот, чего никто никогда не делает. Вот, поэтому банки очень жестко сопротивляются движениям наличных. Это очень сильно зависит от стажа клиента на банковском счету. Вот, это очень сильно зависит от оборотов клиента на банковском счету. И могут быть счастливчики, кому удается более-менее адекватные суммы на счет заводить. Есть люди, у кого там и с 5000 шекелем спустят с лестницы и скажут, не приходите к нам больше никогда. Поэтому для всех наших радиослушателей в очередной раз, я понимаю, что мы это будем повторять часто и долго, чем меньше вы будете пользоваться наличными деньгами, тем вы больше облегчите себе общение с банковской системой. Вот тебе по этому вопросу пришел комментарий. Я его сейчас вне очереди, потому что у нас еще тут есть вопросы, но он просто в тему, продолжая эту тему, тебе пишет Лариса. Игорь, у меня есть очень простое решение. В банкоматах есть такая опция вкладывать наличные деньги. И я никогда не сталкивалась с проблемами. Один раз надо было вложить 15 тысяч шекелей, я их разделила и три дня подряд по 5000 вкладывала. Никто из банка не звонил и не беспокоил. Так что есть такое решение, есть такое простое решение. Нет никакого простого решения. Я очень рекомендую нашим радиослушателям не принимать частные варианты и не обобщать их. И то, что вам конкретно никто не позвонил, ничего не сказал, не говорит о том, что у всех оставшихся 9 миллионов израильтян все произойдет точно так же. Опять-таки я говорил до этого только что. Все очень сильно зависит от стажа на счету, от оборотов на счету, от конкретного человека, от конкретного отделения, от того, насколько они решили, не решили обратить на это внимание или им было некогда. Поэтому вот с подобными советами очень рекомендую быть осторожнее, потому что если человеку после подобных операций заблокируют счет на операции с наличными, в принципе, до конца его существования на этом счету, будет очень неприятно. Но в принципе это как, заметит, не заметит? Ну, по большому счету да. Или все-таки, наверное, есть какое-то ограничение, что на 5 тысяч шекелей не обращают внимания? Ну, во-первых, на сегодняшний день есть банки уже где через банкомат, в том числе нельзя положить за раз больше 10 тысяч шекелей. Ну, а 5 тысяч можно? Можно же вот, как пишет Лариса, 3 дня подряд по 5 тысяч. Технически можно, но банковская система это компьютерная система. И любые подобные штуки это так называемая необычная деятельность, то есть необычная активность, нестандартная активность. Любая нестандартная активность помечается. И если у банкиров дойдут руки сразу или не сразу, или для этого конкретного человека это было как бы окей, для любого другого человека это может быть очень, что называется, бросающаяся в глаза активность. Вот. Можно напороться, то есть, если мы говорим про санкции, которые абсолютно возможны, абсолютно легитимны, это запрет на использование наличных, в принципе, на этом счету, а то и в этом банке. Ну, в принципе, раз есть такая опция в банкомате, можно через банкомат вкладывать наличные, то, значит, нет такого, что прям вот нельзя вкладывать наличные и все. Я не говорю, что нельзя. Я никогда в жизни не говорил, что нельзя. Я сказал, что не нужно, это разные вещи. Окей. Принято. Идем дальше. Наша постоянная слушательница Лина. Хотя, мне кажется, этот вопрос скорее к медицинскому адвокату, но, может быть, ты ответишь. Из-за болезни у меня нарушен локальный иммунитет в органе, пишет она, из-за этого я часто страдаю резистентными бактериями. Наш Купад Холимий инфекционисты не в состоянии антибиотиками справиться с моей проблемой, мне приходится обращаться за границу. Персонализированная медицина лечат бактериофагами. Лечение очень дорогое, мне пришлось продать квартиру и за эти деньги лечиться. Кто-нибудь мне может хотя бы полсуммы вернуть? Я ведь не виноват, что мне здесь помочь не могут. Может, какой-то закон есть, где его найти и кому это предъявить? Ну, это точно к адвокатам. Да, это... Ну, я не знаю, может быть, надо было сделать страховку, частную страховку медицинскую, которая бы это показала. Ну, все, что из серии надо было бы, уже проехали. То есть, нужно рассматривать этот случай индивидуально, специалистами, которые скажут, есть какие-то возможности или нет каких-то возможностей. Да, я тоже думаю, что это скорее к адвокату, а не к Игорю Лупинскому. Скорее к адвокату, который занимается медицинскими тяжбами. Медицинским ущербом, да. Так, следующий вопрос. Да, друзья, еще раз напоминаю, 050-891-1064, номер WhatsApp для ваших вопросов. Не откладывайте на последнюю минуту. У нас еще есть где-то минут 12-13, 14-15, да? 15, да. Поэтому давайте задавайте вопросы, не тяните до самого последнего момента. Миша задает тебе вопрос. Добрый вечер. Не выгоднее ли взять суду под Керен и Шталмут? Ну, здесь всегда не хватает второй части. Не выгоднее ли, чем что? Чем снимать деньги, я так понимаю, с Керен и Шталмут? Смотри, еще раз. Не выгоднее ли, чем что? Если мы догадываемся про то, что, типа, снять всю сумму, скорее всего, что выгоднее. Вопрос, опять-таки, хватит ли размера кредита на те цели, которые, как бы, человеку нужны. Вот. Что это вообще за цели? И так далее, и так далее. Поэтому для начала желательно условия задачки до конца, а потом определяться. Но если мы говорим в общем, и суммы кредита под собственный Керен и Шталмут будет для решения задачи достаточно, то лучше взять кредит под собственный Керен и Шталмут, чем убивать Керен и Шталмут. Потому что, напомню, капитал, который находится в Керен и Шталмут, это капитал, который работает на фондовом рынке. И, соответственно, если его там нет, он не работает. Вот. Поэтому убивать курицы, которые несут яйца, не стоит. Желательно их заложить и взять под них кредит. Ну, можно же, по-моему, взять суда прямо вот в страховой компании, где у тебя находится твое инспенсионное накопление. Это имеется в виду. Правда, там оформлять это месяца три берет. Нет. Сегодня это вопрос недели максимум. Недели максимум, да? Да. А какой процент они могут дать суда от твоих накоплений? Ну, стандартно, если нет каких-то там особых историй, то стандартно это плюс-минус прайм плюс один, то есть 7% годовых сегодня. Вот. Причем желательно брать кредит именно под прайм, потому что очень многие бросаются на вторую опцию, где написано 3,5%. Но там рядом еще приписано с привязкой к инфляции, а это уже почему-то никто не читает. Ну, вот Миша уточняет, Миша уточняет, на Керен и Штальмут есть 50 тысяч, и взять у них же под это, взять кредит... Ну, если 25 тысяч, или там, в зависимости от того, там, фонд доступный или недоступный, но, скажем так, если от 25 до 40 тысяч, которые можно получить в качестве кредита, эта сумма достаточная, то лучше взять кредит, чем убивать курицу. Да, ну я понимаю так, что под 50 тысяч Керен и Штальмут ты не можешь взять 50 тысяч в суду, тебе дадут меньше. 50 тысяч, нет, до 40, до 80%. До 80% можно взять. Да. Ну вот, я надеюсь, что мы ответим на этот вопрос. Дальше, следующий вопрос тебе задает Алекс П. Алекс П тебе задает вопрос, он тебе сейчас очень понравится. Давай. Я просто знаю, что лучше, что лучше, Купат Хисахон или Гемель Ляшка, в скобках Минают, срок 5-10 лет, спасибо. Ну, пошли по терминологии. Под Купат Хисахон, скорее всего, что имеется в виду полис от Хисахон, вот, это страховая полис от страховой компании, которая, в принципе, позволяет инвестировать деньги на фондовый рынок через страховые компании. Купат Гемель Ляшка, окей. Купат Гемель Ляшка Минают, имеется в виду, что инвестируется в маслюль под акции под Минают, но в данном случае в полис от Хисахон тоже можно инвестировать под акции под Минают. Единственное, что у нас компании, которые управляют Купат Гемель, работают немножечко лучше в общей массе своей, немножечко лучше, чем страховые компании, которые управляют полис от Хисахон. 5-10 лет, ну, 5 маловастенько для фондового рынка, а 10 лет уже хороший срок инвестиций для фондового рынка. Поэтому я бы разложил так. Если сумма до 80 тысяч, а на Купат Гемель Ляшка у нас есть ограничение 80 тысяч в год на труд отзывут, то Купат Гемель Ляшка, естественно же. А если сумма больше 80 тысяч, то 80 тысяч Купат Гемель Ляшка, а все остальное в полис от Хисахон. Вот, по-моему, очень даже подробно. Так, дальше Миша добавляет, который про кредит под Керен и Шталмут, под деньги на Керен и Шталмут. Я так понял, что если у них брать суду, то там платится ребит сначала мизера, а потом сама суда. У нас, в принципе, когда мы говорим о кредите, есть три вида кредита. Есть кредит стандартный, к которому большинство из нас привыкло, знаем, любим, практикуем. Это когда, после того, как я получил кредит, я сразу же начинаю выплачивать и сам кредит, то есть там условно 50 тысяч, и проценты за него. Это, собственно говоря, кредит, он так и называется. Есть кредит, который называется Грейс. Система Грейса – это я весь период, на который я взял кредит, плачу только проценты, а в конце срока должен выплатить ту сумму, которую я взял. То есть если я взял 50 тысяч, то в течение, там, на 5 лет, допустим, то в течение 5 лет я только плачу проценты за пользование этим кредитом, а через 5 лет должен отдать эти 50 тысяч. И есть кредит, который называется Баллон. Система Баллон – это я вообще ничего не плачу, то есть я взял 50 тысяч на 5 лет, я вообще ничего не выплачиваю, у меня все эти 5 лет тикают проценты, и через 5 лет я должен выплатить, собственно говоря, и 50 тысяч, и все проценты, которые у меня за эти 5 лет набежали. Когда я беру кредит и в фонде, под, собственно, Кирен и Штальмут, мне предлагают все три варианта. И я, собственно говоря, выбираю, я просто беру кредит, я беру Грейс, я беру Баллон, и это решение сильно зависит от ситуации. Зачем я беру кредит, насколько я могу выплачивать, какие у меня планы через те самые 5-8 лет и так далее. – Ну, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Нет, вот еще что-то есть. Что лучше из трех? Что лучше из трех? – Сильно зависит от ситуации. Самый дешевый из трех – это первый вариант, то есть я выплачиваю сразу и тело кредита, и проценты. Самый дорогой – это, естественно, Баллон, потому что там работает процент на процент. А что лучше – сильно зависит от ситуации. У меня были клиенты, которым я советовал и первое, и второе, и третье, и это было правильно в каждой ситуации. – Да, да, процент на процент работает. У нас, кстати, вчера в студии был заммэра Кириат Шмоны, Алекс Карачун, и он рассказывает ситуацию, как город там практически весь эвакуирован, и люди пошли в банки и говорят, вот как можно остановить выплаты ипотеки и так далее. Там говорят, пожалуйста, на сколько вы хотите, на три месяца, и потом по бумагам оказывается, что им просто оформляют суду на то, что вот на эти три месячные выплаты ипотеки, и потом они еще должны будут эту суду выплачивать, но ее как бы прибавляют к Машканте, то есть все это в конечном итоге еще… Нет такого понятия остановить кредит, нет понятия остановить кредит, нет понятия переоформить кредит, нет понятия объединить кредит, нет понятия, там, я не знаю, пересчитать кредит. Всегда есть только одна опция – это взять новый кредит для того, чтобы покрыть старый. Если у меня сейчас есть ипотека, которую я сейчас не могу выплачивать по старым правилам, как бы банк красиво маркетингово это не называл, мне дадут новый кредит на каких-то новых условиях для того, чтобы погасить этот старый, и потом там, будь это даже на три месяца, или на месяц, или на неделю, неважно вообще, и потом условно вернуться опять-таки к новому кредиту условно на старых условиях. С кредитом всегда возможна только одна операция – взять и закрыть. И если у меня что-то продолжается дальше, то это просто новый кредит на новых условиях. Окей. Значит, идем дальше. Тебе задает вопрос Ангела. Тебе задает вопрос следующий. Банк Израиля сообщил, что количество взятых ипотек в 2023 году упало на 40%. Ну, видимо, по сравнению с 2022 годом. Какие выводы из этого делать? Раз никто не берет, значит, надо брать, или раз никто не берет, то упадут цены, и пока брать не надо? Ну, раз никто не берет, цены на самом деле стоят. Мы это обсуждали с тобой тоже неоднократно. Были у банков периоды, буквально пару месяцев, даже три месяца назад, перед Новым годом как раз-таки у банков была мефца, когда им надо было максимальный объем ипотек закрыть. Они даже давали там какие-то адекватные проценты. Поэтому здесь надо смотреть за ситуацией и как бы выбирать лучшую сделку, которую вы можете получить в любом моменте. Никогда не бывает истории типа вот сейчас прям хорошо. Вот сейчас прям хорошо покупать квартиру, вот сейчас прям хорошо брать ипотеку, вот сейчас прям хорошо брать бизнес. Нет такой точки, то есть не сходятся так планеты, что вот в эти 15 минут надо все сделать, 15 минут до и 15 минут пост, полная жопа. Вот, все опять-таки очень сильно зависит от ваших ресурсов и от вашей задачи. И обычно ее надо решать тогда, когда вы ее решаете, и в этот момент находить наилучшую сделку. Да, сегодня покупателей на рынке нет, поэтому сегодня покупатели недвижимости в более привилегированной позиции, нежели продавцы. Они могут перебирать, искать и что-то там выторговывать. А что будет там завтра, послезавтра, ну, буду посмотреть. Ну, в принципе, наверное, это очень здоровый инстинкт для инвестора, что, а, раз все не берут, значит, надо брать. А, раз все не берут, значит, надо покупать. Если все продают, надо покупать. Если все покупают, надо продавать. Это правильно. Если все покупают, надо продавать. Если все продают, надо покупать. вопрос, почем. Вопрос, почем, и вопрос, как. И самое главное, опять-таки, никогда не ждать того самого идеального момента, потому что, когда он наступит, мы обязательно опоздаем. Вот Миша хочет еще одно уточнение, который про баллон, про все вот это. Ну, получается, что если я беру кредит, плачу проценты, у меня лежит Керен и Шталмут, то я заплатил процент и потом отдал остаток из Керена, то не все деньги уйдут из Керена и они продолжают работать и приносить доход. Вообще ни копейки из Керена не уходят и весь период кредита эта сумма считается, что она как бы находится в фонде и приносит прибыль весь срок кредита. Именно поэтому кредиты в Керен и Шталмут у самого себя же это, ну, одно из лучших средств финансирования себя. С одной стороны, ты пользуешься деньгами, с другой стороны, тебе эти же самые деньги приносят прибыль. Я о другой такой фантастике не знаю. Так, Алекс П снова задает тебе вопрос на Иврите. Еще один вопрос, если мой, я буду переводить, не все у нас слушатели знают Иврит. А им мадад актуарий, актуарный индекс, является ли это самым важным показателем при выборе компании, которая будет управлять пенсионным фондом? В скобках Мигдаль, Мейтав, Феникс и так далее. Вообще не важный показатель, абсолютно. А что это вообще такое актуарный индекс? Я даже не очень понимаю. Актуарный индекс работал когда-то в свое время. Ну, вернее, работает следующим образом. Допустим, фонд заработал сейчас даже как бы это по-простому объяснить. Ну, вот, фонду надо раздать миллион денег. Вот. А тот капитал, капитал тех, собственно говоря, кому этот миллион денег надо было раздать, заработал меньше миллиона. И у фонда там условно 100 тысяч недостачи. Эти 100 тысяч покрываются за счет всех оставшихся участников этого фонда. Вот. И получается, это называемый актуарный минус. То есть, актуарный, это слово актуария, это как бы расчеты в данном случае. И вот поскольку фонду надо эти деньги откуда-то взять, это как бы берется от всех остальных. Если вдруг фонду надо раздать миллион денег, а из того капитала, который для этого миллиона был предназначен, фонд заработал там миллион 100, то остались как бы лишние деньги, которые начислятся всем остальным участникам этого фонда. Вот. И вроде бы как есть такой страх типа, что вот за мой счет кому-то будут выплачивать пенсии, пока не случится у меня этот счастливый момент, я буду эту пенсию получать и прочее, прочее. Но тут есть одна забавная история. Если мы говорим про пенсионные фонды, а это в основном их фишка, вот, в пенсионных фондах есть такой элемент, как страхование. вот, и вот у страхования есть стоимость. И, соответственно, если вдруг фонд попадает в актуарный минус, вот, то обычно просто корректируется стоимость страхования у всех, и, соответственно, этот минус закрывается. Если фонд выходит в актуарный плюс, вот, то стоимость страхования понижается. то есть такая манипулятивная история, которую отследить обычному человеку практически невозможно, и, по большому счету, не очень интересно. Это не те суммы, вот, которые как-то очень серьезно повлияют на объемы ваших накоплений. в первую очередь то, на что все привыкли обращать внимание, это, конечно же, комиссионные, которые мы платим, вот, а второе, что более важно, это насколько управляющая компания умеет зарабатывать деньги, и, опять-таки, главное смотреть среднесрочную и долгосрочную перспективу, а не то, что было там за последний год, это вообще никому не интересно никогда. Важно, как этот фонд работает в перспективе 3-5-10 лет, потому что именно об этих сроках мы обычно говорим, когда речь идет о пенсии, но и, опять-таки, все зависит от возраста. Если мне до пенсии лет 10, а это не обязательно младше 50-ти семи, если у меня капитала нет, и я там в 60 опомнился, то, возможно, я пойду на пенсию в 70, и мне тоже до пенсии лет 10, вот, то тогда желательно, конечно же, максимальный риск, потому что моя задача максимально создать капитал. Если я уже нахожусь в состоянии, что мне до пенсии там 2-3-4 года, и я, в принципе, в любой момент могу устать и сказать, ну, нахрен я пошел на пенсию, то тогда нужны мы с людьми, которые не столько зарабатывают, сколько сохраняют мои деньги, вот, потому что я не могу подвергнуться риску оказаться, скажем так, подверженным кризису на фондовом рынке, и в момент, когда я захочу деньги, либо остаться, то есть, либо продать свой капитал задешево, либо быть вынужденным ждать, пока кризис не закончится. Игорь, спасибо, на этом все, я не знаю, может быть, там буквально минута, расскажи про... Два-треть секунды на объявление, значит, друзья, во-первых, всех женщин поздравляем с наступающим 8 марта. Принято. Вот, да, и следите, опять-таки, за нашими социальными сетями, следите рекламой за всем, 7 марта вечером, 8 часов вечера, если мне не изменяет память, я буду делать бесплатный абсолютно вебинар для... и рассказывать про 7 женских архетипов финансового поведения, причем это архетипы, которые выработаны мной лично по своему уже девятилетнему опыту, так что это не то, что вы в сети этого не найдете, поэтому следите за нами в соцсетях, записывайтесь, приходите, вот, а конкретно прям 8 марта мы маньяки, я и моя партнер Наташа Эдинова будем вести тоже бесплатный абсолютно вебинар про женский бизнес, отвечать на вопросы предпринимателей по всем тем, связанным с женским бизнесом, поэтому 7-8 марта следите за рекламой, приходите абсолютно бесплатно, то бишь даром, как мы любим, все для наших замечательных женщин, с праздником всех. Спасибо, Игорь, мы прощаемся с тобой ровно на неделю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok